Привет зрители! У вас буханка сегодня на роликах. Все жестко, как всегда. Очень, мне кажется, аутентично, потому что ролики символизируют то, с какой идеей создана буханка. Не для того, чтобы было красиво, не для того, чтобы было эстетично. Главное, чтобы ехала. И здесь главное, чтобы крутилось. Ох, как они, да! Как они сильно прогнулись! Масса серьезная. Внутри у нас здесь поклажа. Вы видите ее в трассовом ролике. Сейчас не будем терять время. Давайте приступим к движению. Давайте посмотрим, что у нас получится. Смогу ли я противостоять сложным своим приспособлениям, которые творят страшные дела. Проверяем. Проверяем. Так. Оживает, оживает. Есть здесь жизнь. Есть здесь жизнь. Кстати, смотрите. Очень круто. Можно контролировать движение словно в Defender, но намного удобнее. Конечно, старый Defender имеется в виду. Он по экономике хуже, чем у вас. Как такое ничего не сделали? Бог его знает. Но были времена. Итак, спуск с ручного тормоза. Поехали. Ну, ничего не происходит. Понятно. Сейчас не включен ни мост, ни привод, ничего. Есть чит-код. Возможность включить... Заблокировать задний мост. Включить блокировку – это уникальная возможность. Лишь недавно появилась, да. Сколько лет, сколько зим, да, смотрите. Мануал. Двенадцатые здания. Но я думаю, что на самом деле было их намного больше. Еще и СССР. И индексы разные были. С блокировочкой как пойдет? О, блокировочка сразу, да, добавляет тяги. Но! Но! Ролики коварны. Газу-не газу, все равно получишь ровным счетом ничего. Буханка позволяет включить передний мост. Это круто. Кстати, обратите внимание, это один из немногих, возможно, единственный ныне существующий автомобиль, позволяющий залочить задний мост без понижающего ряда. Ну, а дальше идет... О! Включилось. Включилось? О! Сейчас поедем. Сейчас попрё... Сейчас попрё... О! Пошла! Пошла! Едем! Едем сколько? Двадцать. Идем, друзья, идем! Двадцать кадров в час, все заблокировано, автообель вовсю идет. Но, как вы понимаете, да, ситуация достаточно печальна. Ролики работают. Никакой электроники здесь нет. АБС даже нет, да, не говоришь о трекшне. И без этого кажется, что все. Это пас, это, что называется, фиаско. Но буханка не так проста, потому что это экспедиционная версия. И для того, чтобы из подобных засад вылезать, она всегда может себя вытянуть сама. И это то, чего нет, ну, у большинства. Можно в Патриот вкрячить скрыто, да, это доп. оборудование. Можно там куда-нибудь, что, я думаю, прикрутить. Даже к ландроверам, к какому-нибудь Discovery или к новому Defender тоже опционально это реально сделать. Но без лебедки внедорожник не внедорожник. Это просто кроссовер. Так и будем говорить. Кроссовер, нет лебедки, все. Поэтому мы сегодня поработаем с лебедкой. Это будет очень интересно. Сейчас мы ее прослабим, посмотрим, как лебедка с завода будет работать. Открываем бардачок. Здесь пульт управления данным девайсом. И будем сейчас божить, что называется. За что только якориться, а он сейчас за этот. За Outlander заикоримся. Итак, что у нас здесь есть? Жалко, перчаточки я как-то не подготовил. Ну, не подумал. Перчатки нужны. Надо сначала в одну сторону крутануть. У нас тут все сейчас включено. И мы сейчас все сделаем. Распутываем пульт. Где у нас подключили? Вот у нас питание здесь. Сейчас все сделаем. Защита от дурака есть. Сейчас посмотрим. Освобождаем ребятку. Все готово. И, ну, тут два пути. Либо руками разматывать. Либо, на мой взгляд, лучше так сделать, да, выключить ее. И самому подтянуть. Ого, ничего себе усилия, да. Придется, наверное, придется крутить. Все-таки для этого перчатки нужны. Работает. Работает. Ну, вот дальше, да. Дальше у меня с выматыванием проблемы. Может, все-таки смогу руками ее вытянуть. Сейчас посмотрим. Может, получится. И, получается, подмоталось. Сейчас мы зацепимся. О, врезался. Врезался вот лендер. Так, где у нас здесь цеплялка? Вот она. Сейчас мы все сделаем круто. Сможет ли буханка вытащить себя, да? Сейчас проверим, как у нас будут обстоят дела. Закрываем. И сейчас будем себя сдергивать. Сейчас будет круто. Так, проверим камеру. Работает ли. Все работает. Это прекрасно. Длинный кабель. Не забывайте протягивать так, чтобы он не улетел у вас в лебедку. Дело такое. Сейчас все будет круто. Сейчас все будет зашибись. У нас окно для этого открыто. Самый лучший процесс, я считаю, лебедение. Это самое крутое, что может случиться. Так, натягиваем. Поехали. Поехали. Ну вот видите-ка, вот это, вот это дела. Вот это дела. Лебедка силы, да? Вообще прекрасные дела. Вот это, вот это вот жизнь. Я считаю, лебедка это потрясающая история, позволяющая реально выехать, да, реально проехать и спасти себя. Круто. Очень круто, друзья. В общем, лебедка решает. Лебедка решает. Без лебедки даже не стоит вам. Либо двумя машинами надо ездить, да, чтобы себя страховать. Либо переносную лебедку покупать. То есть, в целом, не существует вариантов, при которых вы можете поехать куда-то, черти куда, и не подстраховать себя подобным элементом. Это реально нужная вещь. Она действительно спасает, она действительно решает. Так что, друзья, имейте в виду. Ну а как гребет? Посмотрели, в данном случае, лебедка, ну, просто-просто-просто тащит. Ну а это, 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 это УАЗ. Это нормально. Это круто. На это с вами прощаюсь. Ролики повержены. Мощь дикая. Прет вперед. Ну а мы вместе с вами. До встречи. Пока.